5 советов для идеального жакета Шанель из Твида. Привет, дорогие друзья, меня зовут Гульнас, и сегодня я поделюсь с вами 5 важными советами для создания идеального жакета Шанель из Твида. А если вы хотите научиться шить этот культовый элемент гардероба с нуля, не забудьте заглянуть на наш курс, где мы подробно разбираем все этапы создания этого шедевра. Ссылку вы найдете в описании под видео. Ну что, начнем? Совет первый. Подбор материалов. Первый и, пожалуй, самый важный шаг – это выбор правильного материала. Жакеты Шанель традиционно шьют из Твида, но не каждый Твида подойдет. Ищите качественный Твид именно в стиле Шанель. Комфортнее работать с Твидом, который имеет плотное плетение. Также обращайте внимание на состав материала. К примеру, я предпочитаю натуральные волокна в составе или, как минимум, чтобы они доминировали. Больше всего люблю хлопок и вискозу. Реже отдаю предпочтение шерстяным твидам, потому что такой жакет в моем климате я смогу носить только зимой. А я люблю надевать жакеты Шанель вне зависимости от сезона, погоды и мероприятия. Также не забывайте о подкладочной ткани. Она должна быть гладкой и приятной на ощупь. Лучшими вариантами будут натуральный шелк или вискоза. Вискоза, по сути, также является натуральным материалом, поэтому вы с уверенностью можете использовать вискозную подкладку для вашего жакета. Но и стоимость вискозы в разы ниже натурального шелка. Также в качестве альтернативы можно использовать купра или модал. Второй совет. Правильно выбирайте выкреку. Выкреки для жакета Шанель обычно включают приталенный силуэт, накладные карманы и круглую горловину. Если вы новичок, убирайте выкройки с рельефными швами вместо выточек. С таким кроем гораздо проще работать и создавать идеальную посадку на фигуре. Кстати, у нас на курсе предоставляются проверенные выкройки жакета, вдохновленные оригинальными жакетами Шанель, а также детальные уроки по их использованию. Третий совет касается подготовки материалов и кроя. Обязательно предварительно обработайте ткань, увлажните или проутюжьте с паром, чтобы избежать усадки после пошива. Кстати, выбор способа подготовки ткани, то есть декотировки, напрямую зависит от того, как вы в будущем будете ухаживать за своим жакетом. То есть, если вы планируете сдавать его в химчистку, то в качестве декотировки можно просто проутюжить вид сключатой функции пара. Однако здесь нужно действовать бережно, не держать подолгу горячий утюг на одном участке и стоит использовать проутюжильник, то есть небольшой отрез простой хлопковой ткани, в противном случае можно сжечь твит. Ну а если в полотно вплетены пайетки, металлизированные нити, они могут навсегда потерять свой роскошный внешний вид. Также при раскрое, конечно же, используйте острые ножницы, работайте на твердой поверхности, не поднимайте полотно. И не забывайте о том, что припуски в твидовых жакетах должны быть увеличенными. Четвертый совет – правильная технология шитья. Шить жакет Chanel можно по-разному, и в зависимости от того, какой способ вы выберете, вы получите совершенно разные по ощущениям итоговые жакеты. В двух словах, если шить по кутюрной винтажной технологии, то есть той, которую использовали во времена Coco Gabriel Chanel, вы получите самый комфортный, оплакивающий и окутывающий вас жакет, который, как вторая кожа, практически не ощущается на теле. Более того, со временем его посадка на фигуре будет становиться только лучше, потому что каждый раз, когда вы его надеваете, он под теплом вашего тела еще больше подстраивается под вас и максимально пластично движется с вами на протяжении сегодня. Настоящий живой жакет. Ну а если вы сошьете жакет по современной, упрощенной технологии, таких спецэффектов в жакете не будет, но современной технологии позволяют создать жакет максимально короткие сроки, в отличие от кутюрного. Если вы хотите узнать больше о различии этих способов, то посмотрите это видео на нашем канале. Ну а пошив твидового жакета в разных технологиях, в том числе волшебной винтажной, мы досконально и подробно показываем на курсе жакет стиля Шанель. И, наконец, пятый совет декорирования и отделка. Жакеты Шанель славятся своими изысканными деталями, ручной отделкой, декоративными лентами и пуговицами. Используйте контрастные материалы для обрамления краев и добавьте красивые пуговицы, чтобы ваш жакет выглядел профессионально и стильно. Вот и все. 5 советов для создания идеального жакета Шанель из твида. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте заглянуть на наш курс, где вы найдете еще больше полезных советов и подробные инструкции по созданию этого стильного элемента гардероба. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих выпусках!